Всем привет! Сегодня у меня варёная картошка, скумбрия копчёная, селёдка, маринованный лучок, майонез, овощи и капусту мамы делаем. Это, наверное, самое любимое моё сочетание – картошка и рыба. Всем, кто кушает, приятного аппетита. У меня здесь ещё кола. Давайте кушать вместе. Берите тоже что-нибудь вкусненькое. Начнём со скумбрия. Утром зашла, купила в магазин рыбный специально. Хлеб, я больше не помню, куда делал. Хлеб свежий, хрустящий. Знаете, сколько рыбы не пробовала, но больше всего мне нравится, когда... Не в вакууме где-то в магазине покупаешь такую из ведра. Селёдку. И скумбрию такую тоже. Когда в специализированных магазинах намного вкуснее. С besteht до какого-то дыма. А скумбрия. И вакуум-то не м祝arme. А скумбрия подсакти mente. Мощürü-то, чушху, не мать! Ты такой ужина. А наreg понимаешь, у меня больше всего нет. Г copying периодзора меня находится на Public Очень вкусная, в меру соленая, жирная подгона. Сегодня мариной лук, Лена у меня в костях была, ей тоже рыба понравилась, я говорю, Лен, как ты маринуешь лук, она говорит, просто уксус и все, в холодильник. А я всегда заливала кипяток плюс уксус. Смеялись иногда, зачем ты кипяток наливала. Селедочка. И вообще рыбная душа, именно по соленой, копченой рыбе. Я, конечно, тоже рыбу люблю, но сама возиться, чистить рыбу, жарить ни разу не жарила. Вкусная селедка. Я вчера кого-то перед сном увидела мукбанг с рыбой, сегодня я решила тоже купить. Просто обожаю их, обожаю их. Я именно люблю сочетание с картофелем. Если картошка будет, например, или рыба будет без картошки, я не хочу рыбу есть. Встала, взяла вилку, забыла вилку. Давайте капусту попробуем. Вкусная, кисленькая такая от масла. Терелька попала, пока резала, добавляла сюда. Селедка не доела. У нас с Гермоном года два, он во все болтает. Все повторяет. Мне кажется, у нас с Лёвой позже начала разговаривать. С Лёвой я карточки покупала всякие. Говорят же, что твои дети развиваются быстрее. Но не всегда, конечно. Сегодня пошли в магазин. Гермонк Девитер Людей всем поцелуйчики отправляет. Кто с ним здоровается, всем говорит потом, пока. Лёва у нас три будет в июне двадцатого. Получается ровно месяц после костного дня рождения у Лёвы дня рождения. С ним уже очень интересно, он разговаривает. Такой уже осознанный. Музыка. 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 Улыбаться, обниматься. Все понимают. Пишите. Как у вас с детьми становилось легче? Кто-то может мне напишет, что и трудного ничего не было. Для кого-то наоборот период младенчества легче, чем когда они уже начинают ходить. Как у вас с детьми становилось легче? А она гуляет с ними. Снимает, как она гуляет. Девятой них в коляске. Девочка тоже в коляске, не все спят. Ну, так понимаю, на обеденный сон себе вложила. Я посмотрела на это видео и подумала, а я еще думаю, что мне надо все живо. Вообще-то, кто с маленькой разницей решается на детей, в герои. Особенно, когда прям разница год. Такая рыба вкусная, девочки-мальчики. Слов нет у меня. Какая она вкусная. По соли просто идеально. Всегда перво в одном у нас в рыбном магазине. Нас бабушка в детстве ходила в субботу на рынок. Приносила селедку. Когда-то мы с ней ходили. Тоже, ну часто мы ходили с ней на рынок. Оля, у вас скоро день рождения? Говорю, Костя, давай подарим ему машинку, которая на пульте управления такая, чтобы он катался. А еще, все рассмотрела, лазила перед сном в тиктоке, наткнулась на парня. Он выставил, что ребенка потеряли они. Бабушка с детьми пошла в парк гулять, и младший ребенок убежал куда-то. Они его искали. Два часа. С полицией. Пять лет ребенка. Нашли его дома. В подъезде он сидел и спал. Он доехал на самокате до дома через парк, дорогу перешел. В домофон звонил, соседи открыли. И вот он говорит, самый большой страх у него теперь, что ребенок потеряется. Там было очень много комментариев, что многие дети так теряли. Кто в торговых центрах, кто на улице. Искали так же долго. Кто-то рассказал, что как сам терялся. И помнит это все. Маленький был. Хочу Леве часы. С места геолокации, чтобы показано было. Хотя у нас город маленький, но все же. Пишите, теряли когда-нибудь детей? Или сами, когда маленькие были, терялись ли вы? Давайте еще кусочек селедочки. И все, наверное. А может даже половинку я объелась. У меня один раз сон снился. Когда Герман только родился. Что я иду ночью. Темно. И что я потеряла Лему. Я иду. Слышу, как будто он мне кричит. Но его не вижу. До сих пор этот сон помню. Я проснулась такая испуганная. У меня во сне так страшно было. Я вижу такие снеки, как будто прям на его. Бабушка меня где-то и учила. Если страшный сон приснился, включить воду и сказать, куда ночью, туда и сон. Мне кажется, я до сих пор туда и так делаю. Какой у нас прекрасно. Тепло. Каждое утро с Лианой выходим гулять по возможности. Наверное, важно учить ребенка. Что бывают такие ситуации, когда надо сказать, например, как зовут маму, папу, номер телефона. Где живешь, чтобы ребенок не растерялся и подошел по взрослым, например, женщине, маме, у кого тоже дети. Но не ходил никому, например, домой. Я думаю, классно, если будет GPS-часы вот с этим местом нахождении. Только проблемы, думаю, наверное, их носить не захочет. Я наелась. Спасибо, что были сегодня со мной. Было просто безумно вкусно. Я, если честно, бы такую еду каждый день снимала. Я просто обожаю рыбу, картошку. Если вас я тоже соблазнила на рыбку, бегите в магазин, покупайте, варите картошечку и включайте мое видео. Все. Всем пока. До новых встреч.